Девушки отдыхают Потрясение уже проходит, когда это все произошло, ты понимаешь, слава богу, что это все было, слава богу, что это все закончилось. Сейчас для меня самое главное – это найти Колю, чтобы разобраться, что происходит. И еще будет заработать денег, потому что нужно что-то кушать и где-то жить. Я уверена в себе как танцовщица, как профессионал. И я знаю себе цену. Эта цена высока. И оставшись без работы, я, конечно же, растерялась. Мне сейчас необходимо найти человека, который смог бы мне помочь профессионально и утешить по-человечески. В предыдущей серии очередная попытка Ксении отстоять свою девичью честь приводит к тому, что ее с треском выгоняют из клуба. Тане пришлось выбирать. Или она отдается хозяину квартиры, или ночует на вокзале. Даже знакомство с парнем не смогло поднять танцовщице настроение. Бандиты всеми способами пытаются получить информацию о гражданском муже Насте Коле. Вадим спасает девушку, но обстоятельства не позволяют ему остаться с любимой. Таня, я не знаю, что ты намекаешь, а? Таня, я не знаю, что ты намекаешь. Таня! Я этого парня видела всего один раз. Тот день, когда мы с ним познакомились. А он мне уже дарит нижнее белье. Да за кого он меня принимает? Окей, окей, стоп. Ну, собственно, мне все понятно. Я сейчас осталась совсем одна. И танцы в клубах для меня это уже вообще край. Но если я сама себя не прокормлю, меня никто не прокормит. Таких, как ты, десятки и сотни. Хочешь сказать это окончательно? Слушай, давай, вали, а? Такой отлуп я еще не получала. Да на что я дурно рассчитывала? На то, что меня простят? Да кто в нашем бизнесе кого жалеет? После переживатого ужаса я побоялась оставаться на даче одна. И к родителям нельзя. Зачем их зря волновать? Я специально сняла квартиру на окраине, подальше от всех. И пригласила подругу, которую не видел сто лет. Ну что, может, поедем потусим и развеемся? Блин, Женя, вообще без настроения. Не до этого сейчас. Колю бы найти. Слушай, ну я, конечно, все понимаю. Коля, Коля. Но тебе надо как-то свою жизнь налаживать. Коля уже на тебя доброси в любом случае в итоге. Может, он меня и не бросил. Просто хотел меня оградить от этих проблем, которые со мной произошли, но не смог. Видишь ли? Слушай, ну ты такая добрая тоже. Так хорошо о всех мужиках думаешь. Понимаешь, есть мужики, а есть мужчины с большой буквы. Коля как раз такой. Может, Вадику с Лёжей позвонили? Может, он объявился? Сколебалась его искать. Не понимала, что происходит. Алло, привет. А Колька не объявлялся? Ясно. А если объявится, скажи мне, пожалуйста, сразу же, что я знаю. Надя, только ему не говори. Спасибо. Давай, пока. Я Колю не нашла, а всех, кого могла, звонила. Но ничего, пропал бесследно. Ну, тебе же надо как-то свою жизнь налаживать, подниматься все-таки. Да надо, конечно. Работа надо. Я же не могу работать у себя в театре или по своим контрактам. Меня опять могут вычислить эти бандиты. Ну, танцевать ты не хочешь опять? Да ну нафиг, это не мой уровень. Слушай, ну, сейчас, по-моему, это единственный выход. Потому что ты постоянно работаешь, постоянный заработок. Ты давно уже нигде не работаешь резидентом. Искать тебя там не станут. Ты же знаешь, как танцовщицам платят. А мне надо уго-го, сколько. Слушай, ну давай я сегодня позвоню, договорюсь. Отправлю тебя. Все будет хорошо. На тебя спрос очень большой. Оторву сейчас руками и ногами. Тем более, ты давно не работал. Может быть, моя подруга права, и мне не стоит выпендриваться. А пойти в клубе потанцевать. Ведь ставка моя не три тысячи рублей, а в разы больше. А деньги-то мне сейчас нужны. Я пододеялась, что наш арт-директор меня в сердцах уволил. Может быть, сегодня он пожалеет о том, что сделал. Ведь объективно я хорошая танцовщица. И такими клубы дорожат. Привет. Привет. Слушай, позови, пожалуйста, Сережу. Какого Сережи? Как ты какого? Нашего арт-директора Сергея. Ксюша, ты забыла, что ли? Тебя уволили. Он с тобой разговаривать не будет. Слушай, позвони ему, пожалуйста, по телефону. Скажи, что я пришла. К тебе тут Ксюша пришла. Поговорить с тобой хочет. Понял. Ксюша, тебе еще в прошлый раз все сказали. Есть нарушение, есть наказание. Так что давай. Вали. Слушайте, ребята, я штрафы готова платить. Хотя я буду неделю бесплатно работать. Нам твои штрафы ни к чему. Нам клиент дороже. А ты с ними дерешься и оскорбляешь. Ты что, с ума сошла? Давай, давай отсюда. Слушай, ну вы же сами говорили, что я лучшая танцовщица. Такие, как я, для вас, для вашего клуба находка просто. Таких, как ты, десятки и сотни. Сама все прекрасно понимаешь. Я не могла поверить, что меня танцовщицу, ставшую практически примой, выгоняют, как какую-то девку. Несправедливо. Девушка попыталась отстаять свою честь и осталась без работы. Ну разве это правильно? Давай, двери там. Мне работать надо, а? Ты... Хочешь сказать это окончательно? Слушай, давай, вали, а? Есть у танцовщицы какие-то права? Да нет, конечно. Не пришлась ко двору, под зад ногой и все. Никто ни в чем разбираться не будет. Зачем клубу головная боль думать о танцовщицах? Им важна прибыль, клиенты. А мы как мясо. Сделала что-то не так, все, от уже второй свежести. Я возвращалась в свою любимую квартирку за вещами, даже не предполагая, куда мне дальше идти. И эту ночь я провела ее на вокзале. Это было просто ужасно. Я решила вещи сдать пока в камеру хранения, а там поглядим. Ну что, за вещами пришла? Да. Ну а что ревешь-то? Я не реву. Ревешь, я же вижу. Не реву. Ревешь. Я не реву, говорю. Ах, девочка, девочка. Дура ты, Федка, дура. Ты свою жизнь просто под откос пустила, такую профессию выбрала. Это же, ну пошла бы лучше куда-нибудь в учительницу. Ну, врачом там, медсестрой, еще каким-то. Ну, нормальные профессии-то. Только вот не надо меня жизни учить. Я сама понимаю и знаю. Да у меня дочка такая же, как ты, такого же возраста. Тоже в артистке она все рвется. Но хоть в артистке, хоть не в проститутке. Да с чего вы взяли, что я проститутка? Да? Да. А вот это что? Вот это вот? Что это такое? Да это нормальные фотографии, я вообще танцую. По фотографиям он, видишь ли, судит. Вот почему у нас народ моделей за проституток принимает? Я уже просто устала доказывать каждому встречному, поперечному, что я девушка чистая, насколько позволяет мне профессия, конечно. Никакая не проститутка, я танцовщица. Вы вообще о танцах что-нибудь слышали? Про балет? Ну хотя бы про балет, но это другое, это лучше, чем балет. Это тоже танцы. Да? Ну и что, и куда ж ты теперь пойдешь? Не знаю куда. Подожди, подожди, подожди. Ладно, знаешь что? Вот. Ключи тебе. Ай, живи. Бесплатно, что ли? Не, ну как это, ну как это бесплатно? Ну, за деньги, естественно. Да у меня нет столько денег. Да не, 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 ну за те, которые... Изначально были ведь. Ну, в общем, помнишь, да? Спасибо. Блин, да. Ну все, ладно, пока. Пожалел. Он меня пожалел, и я просто не могла прийти в себя. Я поверить не могла. Я думала, что уже все, что обломалась моя любименькая квартирка, и мне придется из самого центра переезжать на самую окраину Москвы. Я думала, что я уже никогда не пойду на кастинг, на пробы. Меня обычно сразу же на работу берут. Здравствуйте. Привет. Настя? Да. Ну, собственно, тебя мне рекомендовали, но я хотел бы увидеть, что ты можешь. Покажи что-нибудь. Вам что, лучше пластику или быстрый танец? Пластику давай. Ну, окей. А еще что есть? Сольный номер есть какой-нибудь? Есть. Ну, я не уверена, что будет вам вписываться в клуб, но давайте покажу. Ну, покажи. Я не считаю, что сейчас редко танцуя в клубах, я за обоймы выпала. Меня возьмут в любой момент. Все-таки я не просто девочка с улицы, я Настя Ивановская. А вообще есть кто-то лучше меня? Окей, окей, стоп. Ну, собственно, мне все понятно. Есть и индивидуальность, и секс есть. Предлагаю тебе сегодня выйти попробовать к нам. Отлично, я могу. Здорово. Сколько вы платите? Ну, стандартная ставка, пятиха. Нет, я не работаю за пять тысяч рублей, это вообще не для меня. Пятьсот долларов. Не понял. Пятьсот долларов. Да. Если он страит, я могу выйти тогда сегодня ночью. Ну, окей. Давай попробуем. Хорошо. Я могу идти? Да, до свидания. Пока. Ну, если честно, я не в восторге от того, что мне какое-то время придется опять ноги в клубе отбивать. Но ничего, не переломлюсь. Уверена, это временная ситуация. Я так рада была, что Петя с гастролей вернулся, ведь он тоже танцовщик и наверняка сможет мне помочь с работой. А вы в клубе работаете? Петя меня так арт-директору расхваливала, ведь он даже никогда не видел, как я танцую. Вот бывают же все-таки хорошие люди, помогают и бескорыстно помогают. Все-таки не все мужики козлы, как говорится. Ну, окей. Нормально танцуешь. Спасибо. А до этого в клубах работала? Да, конечно. Сольники танцевала? Да, намечалась сольник как раз в последнем клубе, но ушла. Почему ушла? Не сложились личные отношения. Угу. Ну, смотри, у нас здесь с дисциплиной тоже жестко. Я уже сказал, что девочку, в принципе, взял одну. Ну, давай попробуем, возьмем тебя на испытательный срок. Я посмотрю, кто из вас лучше, одну оставлю. И ставка минимальная. Ну, хорошо, ладно. А можно узнать, кто моя конкурентка, если не секрет? Не секрет. Настя Ивановская. Настя? Она же в клубах не танцует. Ну, знаешь, теперь танцует. Давай, показывай сольник, удивляй. Хорошо. То, что работу получила, это огромный плюс. А вот то, что с Настей придется работать в одном клубе, да еще за место бороться, это большой минус. Я вообще думала, что она куда-то пропала. А тут нет, на, с ПЛА, акула зубастая. Как же все классно получилось с жильем. И как раз у меня намечается новая шикарная фотосессия. У меня подруга шьет дизайнерские костюмы для Гоу-Гоу. Очень красивые. И она пригласила меня прорекламировать ее работы. Но я, конечно, за это деньги не получу. Очень жаль, но как с подруги брать деньги? Да. Интересно, мужчины любят женщины в париках? Мужчины любят, когда женщины постоянно разные, понимаешь? И если она в парике, то не в парике, все равно ты какой-то разнообразный. Да, и прийти. Так, трусишки, да. Ну, тебе посмотрят, скажут, кто это станет, какова. Нет, представляешь, ты приходишь, он приходит домой. А то он как-то другая. Да. Понятно, кто это. Конечно же, он окистил на нее. Нет, смотри, сначала костюм, потом труселя. Эй, 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 а как его надевать? Ну, да. Ничего не понятно. Так. Он с завышенными бедрами тоже. Так. Делаем секси. Нет, парик это очень клево. Повезло мне с внешностью. Вот что на меня не надей, все смотрится очень круто. Единственное, что жалко, что такая красота не всегда дорого оплачивается. Или кто-то бесплатно попользоваться ей норовит, или похоть свою потешит. Я вот настолько стала осторожной, что с каждым мужиком я держу ухо востро. Супер. Вот, вообще секси. Таня так быстро работает, что... Что как бы они стали тогда давать меня? Задача у нас была очень тяжелая. Нам нужно было снять 25 костюмов всего за 2 часа. Обычно на съемках на это отводят целый день. Но я с этим справлюсь, потому что в своем деле я профессионал. Сегодня я должна была встретиться с Костей. Первое свидание, как говорится. Но Костя не захотел ждать до вечера и приехал ко мне на съемку. Привет. Какие же все мужчины одинаковые. Костя при знакомстве показался очень скромным. А как увидел меня на работе, он просто стал пожирать меня глазами. Конечно же, мне было очень приятно, что Костя во время фотосессии просто глаз в меня не сводил. Я старалась произвести на него впечатление. Ну, всегда приятно, когда мужчина смотрит на тебя, как на королеву. Ты здорово позируешь. Просто круто. Спасибо. Это мне? Да, это тебе. Очень приятно. А ты откроешься? Ну, наконец-то мужчина, как мужчина, с подарком пришел. Понимает, что такая девушка, как я, требует вложений и внимания. Это что такое? Тебе не нравится? Ты на что намекаешь, а? Таня, я на что не намекаю. Таня, я подумал, что тебе будет приятно. Нет? Прости. Может, примеришь? Давай пример. Глаз у этого парня, конечно, ненаметом. С размерчиком белья он совсем не угадал. Белье, конечно, нежненькое, но далеко не люксового бренда. Или он в этом не разбирается, или у него просто нет денег на люкс. Что, конечно, очень жаль. Кто там? Тань, ну как, нравится? Угу, нравится. Ну, а посмотреть-то можно? А посмотреть вот нельзя. Рано еще на меня в белье глазеть. Да ты сейчас в таких костюмах была, что от белья-то мало чем отличаются. Ну ладно, тогда заходи. Только одним глазком пья. Одним. Ну, покажись. Нравится? Нравится, но великовато. Ну, пошаги себе, сама куплю. Ну, тогда поцелуй. Костя, конечно, очень умный. И презент сделал. И хитро так напросился на меня в бельишечке посмотреть. Еще и поцелуй получил. Но то, что он мой принц, которого я ждала все это время, я пока сказать не могу. Я, слава богу, никогда Барби не была. И мозги у меня есть. Поэтому я понимаю, что пока живу в системе строгой экономии, деньги в дорогих кабаках просаживать не буду. Сойдет место и попроще. Алло. Алло, здравствуйте. Я вот здесь книжку нашла по эти фотографии. Это не ваша случайно? Здравствуйте. Это в кафе, да, вы, наверное, нашли? Да, в кафе. Да, слушайте, очень здорово, что она вам попалась. Где-то недалеко работаю. Я сейчас зайду, а вы еще там, да? Да, я вас могу подождать. А, спасибо. Меня Максим зовут. Очень приятно, Настя. Да, до встречи. До свидания. После похищения во мне что-то изменилось. Я как будто мир другими глазами увидела. Вот подумала, нашла книгу, почему бы хозяину не позвонить, не вернуть книгу. Раньше бы я так не поступила. Здравствуйте, Максим. Настя, очень приятно. Вот ваша книга. Спасибо большое, чудесно, что нашлась. Можно вас чем-нибудь отблагодарить? Не за что. Может быть, я хотя бы чаем выплачу? Ну, давайте. Спасибо. У вас очень интересная книга, прочитала статью, прям в восторге. Я думал, что девушки, которые не с улицы и без очков, читать вообще не умеют. А я думала, что парни, которые ходят в очках и читают в ресторанах, ботаники геи. Ну, я из ботаника уже вырос, а так ей еще не дорос. Здорово. Кстати, Анастасия, я заметил, у нас с вами есть кое-что общее. Действительно, что ли? Дырки на джинсах. Много общества. Ноги у нас одинаково длинные. О, давайте померим. Давайте. Кстати, у меня есть отличное еще одно предложение. У меня сегодня друзья выставку открывают. Ходите вечером сходить. Я хочу, но сегодня не могу, я работаю. Ну, тогда, может быть, выставка будет две недели, как-нибудь попозже телефон у вас мой есть. Может быть, вы мне сами позвоните и пригласите? Да. Это будет здорово. И заодно ногами помиримся. Да, договорились. Ладно, до свидания. Пора. Мне просто захотелось встретиться с этим парнем. Просто по-человечески поговорить. И мне, оказывается, это тоже нужно. Я очень благодарна Пете за то, что он меня привел в этот клуб. И чтобы пройти испытательный срок и получить постоянное место в этом клубе, я решила сразу приступить к репетициям. Классно. Хорошо танцуешь. Спасибо. Не ожидал. Слушай, а у меня появилась идея. Какая? Может быть, попробуем с тобой сделать парный номер? Ведь в клубах это очень большая редкость, когда девушка с парнем вместе танцуют. Не знаю. Не принято вроде как. Ну, давай попробуем. Покажем арт-директору, а он уже даст ответ. Принят или нет. Ну, давай попробуем. У меня как раз есть пара людей. Да, давай. Смотри. С левой ноги четыре шага вперед. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мне так было приятно работать с Петей. Он такой пластичный парень и танцует просто высший класс. А главное, он замечательно чувствует партнера. Просто сказка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ни для кого не секрет, что танцовщики часто геи бывают. У них действительно хорошо получается танцевать. Но Петя явно гетеросексуал. Уж я-то в этом понимаю. Пусть геи не обижаются, но девушке всегда приятнее с настоящим мужиком танцевать. Даже не понимаю, как так получилось, что мы с Петей поцеловались. Я же его практически не знаю. Да и после всяких неприятных эпизодов я побаиваюсь на работе заводить романы от греха подальше. Ну, может, хватит уже? Петь, ты не говорил, что у тебя отношения с... Ксенией. С Ксенией. Но правилами же это не запрещено? Нет, не запрещено. Лишь бы работе не мешало. Между нами ничего нет. А с клиентами тоже не против целоваться? Вы что, я же знаю профессиональную этику. Ну, собственно, это дело твое, с кем и когда целоваться. О клиентах потом поговорим. А мы с Петей здесь делаем номер парный. Мы подумали, что будем работать в дуэте. Угу. Ну, Петю я хорошо знаю. А на тебя посмотрим. Понравится мне, понравится гостям, возьмем на постоянку. Хорошо. Работайте. В клубах не так часто работают дуэты, а у нас, может, хороший номер получиться. И тогда Настя о постоянном месте в этом клубе останется только мечтать. Тогда-то я на источное утро. Уверена, Петя мне в этом поможет. Тебя подвезти? Ну, конечно, подвезти. Только никаких ночных гостей, хорошо? Ну, я не напрашиваюсь. Придет время, сама позовешь. Туда поехали. Ну, подожди, у меня для тебя еще кое-что есть. Что? Подарки на сегодня не закончились. Открой, посмотри. Спасибо. Ну, примеришь. Какая красота. Спасибо. Только я домой тебя все равно сегодня не приглашу, хорошо? Я же говорю, сама позовешь. Пойдем. Я не хочу, чтобы Костя думал, что меня вот так легко за браслетик можно получить. За меня бороться надо. И браслетиком тут не отделаешься. Я всегда ненавидела все эти подтанцовки в ночных клубах. А теперь вот сама так зарабатываю. Я сначала колес своего пропавшего найду, а потом так ему дам за то, что волновалась, как сумасшедшая. И за то, что вот так вот теперь приходится работать. А может, ты спасибо скажешь за опыт хоть и горький? Ну, я пойду, пожалуй. Пить, ты куда? Мы же репетировали. Ну, как куда? Ты же использовала меня, устроилась на работу. Все, мое дело сделано. Как ты использовала? Ну, как, почему? Ты же сама сказала, что между нами ничего нет. Один случайный поцелуй – это не отношение. Ну, может, тогда начнем с нас случайное? Может быть, мне с парнем наконец-то повезло, и все-таки ничего, что мы с ним вместе работаем. Тем более целуется он просто отпад. Реально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова